Если через ваш двор проходит теплотрасса, вам можно только посочувствовать. Ремонт труб происходит регулярно, а вот восстановлением асфальта и зелёных насаждений нас не балуют. Кто и как на самом деле должен восстановить элементы благоустройства, разбирались наши корреспонденты. Конечно, жалко трудовое. Рыли здесь, эти трубы меняли здесь вот какие-то. Это в октябре месяце, в прошлом году. И вот с этих пор мы вот так ходим. Светлана Янина и Раиса Рядкина, жительницы дома номер 32 по проспекту Столетия, переживают, что после замены труб их благоустроенный двор изменился. Пострадали клумбы, перекопанный асфальт кое-как присыпали гравием, бордюр установили в кривь и в кость. И вот всё время я как могла обогораживала это. Пересаживала, сажала кустарники. Светлана Константиновна жаловалась в управляющую компанию. Там ей объяснили, что восстановить территорию должна была та организация, которая меняла трубы. Эту информацию подтверждают и эксперты, обращая внимание, что контролирует ситуацию городская администрация. Она подписывает акт, удостоверяющий, что все работы выполнены надлежащим образом. Лицо, проводившее земляные работы, несёт в течение двух лет гарантийные обязательства за качество проведённых работ по восстановлению благоустройства. Как сообщили жители дома, на прошлой неделе в их дворе появились рабочие. Хотя по-человечески сделали. Краном этим, ковшом этим долбали, долбали, куда крова вылезет. Вот и понаделали. И всё сделали. Никто их не контролирует, никто. Сели и уехали. Можно ли такие работы считать завершением благоустройства? Но в любом случае, эти работы должны быть выполнены в полном объёме. И восстановление благоустройства должно быть сделано не менее, чем в том объёме, которое было до начала соответствующих земляных работ. Как минимум, во дворе должны были восстановить асфальт. Но место раскопа просто присыпано гравием. Что делать жильцам, если они не согласны с таким благоустройством? В случае, если выяснится, что территория не приведена в первоначальный вид, но при этом ордер, выданный администрацией города, закрыт, нужно выяснить у уполномоченного должностного лица, который от имени администрации принимал закрытие данного ордера и подписывал акт выполненных работ, на каком основании сложилась такая ситуация. Как нам удалось выяснить, замену труб выполняло Владивостокское предприятие электрических сетей. Восстановить территорию в прошлом году не удалось из-за наступления холодов. Однако в городской администрации нас заверили, что благоустройство будет завершено до 15 июня.